Хай Дев Продакшнс представляет Мэтью Макколл, Тейлор Дайан Робинсон, Бен Коттон, Синди Базби, Хиллари Джордин, Андреа Брукс, Хезер Дорксен, Джордана Ларги, Майкл Роджерс, Мэтт Беллифло, Кристиан Тисьер. Композитор Рэйд Хэндри. Оператор Стирлинг Бэнкрофт. Продюсеры Сэм Винсент, Майкл Хазен, Дэвид Фаулер, Эндрю Фрэнсис, Джефф Ренфроу. Автор сценарий и режиссер Дэвид Фаулер. Тем, что я есть, меня сделала жизнь. И смерть тоже. Чудеса, что я видел в этом мире и потустороннем, оформили мое творческое мышление. И в результате я создал нечто невообразимое. Нет, пожалуйста, не трогай меня. Нет, я тебя сейчас съем. Нет, не надо. Что ж, хорошо. Раз ты так вежливо просишь. Что? Нет, ты не можешь так просто отстать от меня. Прости, милая. Шедевральный театр закрыт, пора спать. Да, я знаю. Блинчики на завтрак сделаешь? Ну, разумеется. Ура! Сладких снов. Спокойной ночи. Убийца Мороз Не выходи из круга. Бежим. Бежим. Похоже, медведь напал. Скай, мы отнесем его в фургон. Ребекка, а ты отведи девочку в их машину. Это похоже на сон. Понимаю. Привет. Здравствуй. Доброе утро. Больно. Кто вы? Меня зовут Лотус Клауд. А меня Скай. А где моя дочь? А, Саманта. Она пузыри пускает. Что? Ну, знаешь. Мыльные пузыри. Ясно. Можно ее увидеть. Ну, конечно. Но сначала сделаем снимок на целительную доску. О! Готовы? Улыбочку. Отлично. Хочешь такую же? Зачем? На память о спасении. О, да. Так. Один. Два. И три. Ну, и где же Саманта? О, да вот же она. У детского общежития. Хе-хе-хе. Папочка! О, привет, Сам. Сними маску. Хочу убедиться, что ты цела. Цела. Уже показала папе, что мы сегодня сделали? Да. Не заметить трудно. Круто, правда? Ага. Да. Это лицо, а оно улыбается, что символизирует счастье. Я Ребекка. Грек. Даже не знаю, как вас благодарить. За все хорошее? Не нужно. Мы наполнили души. Замкнули круговорот жизни. Круговорот нашей 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 жизни. Тебе, кстати, нужно скорее познакомиться с Мэтью. Идем. Хе-хе. А вот и он. А, любви и благоденствия. Любви всем. И благоденствия. И благоденствия. Привет. Я Грек. Да. Пройди. Сядь. Спасибо. Добро пожаловать в круг. Предлагаю жизнеобеспечение. Еду? Да нет, я понял. Только я... Я не уверен, что смогу что-то проглотить прямо сейчас. Неважно, себя чувствую. Что ж, ладно. Бульона тогда. А, супер. Все условия. Хорошо. В круге для жизни есть все. Боже мой. Это... Это очень вкусно. Херни не держим. Все нормально. Мы уже весь день при ней выражаемся. Ну, что? 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 Да. Что? Ну, что? Расскажи, каково это быть героем? Вы что, шутите? Ты спас своей дочери жизнь? Ты спас ее от нападения медведя? Нет, ничего подобного. Чуть не погибнуть от лап зверя и быть героем, это не одно это же. Скромничай. Ты герой, признайся себе. Может, расскажете, куда я попал? Я так понимаю, ты имеешь в виду круг? Нет, я не про этот круг вот здесь. Я имею в виду все это место. Это место и есть. Круг. Тогда да, именно это я имею в виду. Круг больше, чем просто место. Это путь. Но круговой путь. Он ведет тебя к самому себе. Кем бы ты ни являлся, в конце ты найдешь себя. Вот, например, мой путь ведет к любви. А мой ведет к благодати. А мой ведет меня к просветлению. А куда тебя ведет твой? Ван Арбор, Мичиган. Шутка. А если серьезно, куда подевалась моя дочь? Надеюсь, в процессе твоего роста тебе откроется доступ к самим Лаким Истинам, которые выразили Лотус Клауд, Ребекка и Скай. Черт, прости. Смотри, видишь? Это круг. Ты великолепно нарисовала. Может, снимешь маску хоть ненадолго? Я не хочу ее снимать. Она мне нравится. Я вижу, твое внимание привлекла старая фотография. Да. Кто это на ней? Это... Сам Перси Стивенс. Он основатель круга. Завораживает, правда? Эй, любви и благоденствия, брат. Любви и благоденствия. Майкл. Грег. Прости. Ничего, очень приятно. Так, короче, я ухожу. Пойду постараюсь поймать нам какую-нибудь рыбешку на обед. Я с тобой. О, нет-нет-нет-нет-нет. Не хочу отрывать тебя от нашего гостя. Нельзя же оставлять его наедине с такими прекрасными женщинами, ведь так? Глупости. Я хочу пойти на рыбалку. Что ж, тогда, конечно. Папочка! Да? Здесь так классно! Давай останемся! Я рад, что тебе здесь нравится, но остаться мы не можем. Нам нужно скоро уезжать. А ты уверен, что сможешь везти машину? Может отвезти тебя обратно в комнату, и ты приляжешь. Уедете, как станет лучше. Нет. Слушайте, я немного волнуюсь. Я боюсь, что, возможно, у нее шок или что-то в этом роде. Я думаю, что ей сейчас лучше побыть с другими детьми. Ты бы видел ее сегодня. Она так активно со всеми общалась, у нее уже даже собственная койка есть в нашем детском домике. Отдохни, выспись, а о твоей Саманте позабочусь я. Сэм, ты не обидишься, если я пойду прилягу? Нет, папочка! Ну ладно. Ну вот и слава, вставай потихоньку. Да, очень хорошо. Сладких снов! Сладких снов! Ну вот и слава. Субтитры создавал DimaTorzok Симпатично, дамы Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Друзья мои, это Тина. Я подобрала её на перевале. Она с нами позавтракает. Возможно, останется на ночь или дольше, если захочет. Прошу. Вступай в наш круг. Обожаю круги. Будешь с нами есть оладушки? О, спасибо. Умираю от голода. Он завораживает, правда? Да. То есть, кого ты имеешь в виду? Перси. Это он на фото? Да. Хочу с ним познакомиться. Нет, Сэм. С ним нельзя познакомиться. Пап, почему нельзя? Думаю, дело в том, что его уже нет с нами. О, нет. Он с нами. Не понял? Да. Он живёт в скрытом от глаз домике в самом центре круга. Я думала, ты уже почувствовал его ауру. Как он выглядит? Я не знаю. Я его не видела. И никто не видел. А почему? Потому что он недосягаем. Он что? О, понимаешь, чтобы узнать Перси Стивенса, нужно самой стать Перси Стивенсом. А чтобы стать Перси Стивенсом, нужно узнать Перси Стивенса. А для этого… Нужно быть Перси Стивенсом. О, чтобы узнать Перси Стивенса… Кстати, о Перси. Смотрите, что я обнаружил. Пока бороздил просторы космоса, сегодня утром. Новый смысл. Новый смысл от Перси. Смысл чего? Смысл. Это его послание. А его послание – это смысл. Тогда что же в послании? Ну, в этом и заключается главный вопрос. В чем? Мы должны сами понять, что в нем. В чем? В послании? В чем смысл? То есть вы сейчас должны разобраться? В чем смысл? С самого смысла? Вот именно потрясающе. Пап, не бойся! Грек? Все в порядке? О, да, да, да. Мне просто душно стало. Пойдем, Сэм, давай прогуляемся. Оу! Голова закружилась. Пойдем, Сэм, пойдем сам. Не беги так! Быстрее. Куда ты меня тащишь? Тоже пришли. Я не хочу уезжать! Не кричи. Слушай, обещаю, мы скоро сюда вернемся. Просто мне нужно кое-что купить. Но я хочу вернуться. Пошел вон! Сэм! Черт! Сюда! Давай, в машину! Быстрее! Ай! Быстрее! Больно же! Ненавижу тебя! Не говори так! Я хочу обратно к Ребекке! Сэм, тише, пожалуйста! Не хочу уезжать отсюда! Сэм! Нет, Сэм, Сэм, нет, 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 нет! Вернись, Сэм! Сэм! Саманта! 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 Сэм... Сэм! Добро пожаловать в Круг. Я Перси Стивенс. Нет. Ты, Майкл, как ты мог вдруг ожить? Круговорот жизни не остановится от того, что ты в него не веришь. У Круга нет начала и конца. Он только вращается снова и снова. Но оказавшись внутри, ты получаешь вечную жизнь. А с ней вечную смерть. По сути, это одно и то же. Вот увидишь. Добро пожаловать в Круг. Я Перси Стивенс. Нет, не может быть, не может быть. Есть предпочтение в религии, Грег? Не будешь говорить со мной, просто умрешь. И жизнь окажется бессмысленной. Если же вступишь со мной в беседу, что-то интересное может произойти. Появится шанс на победу. Шанс на победу? Именно. Нет. Этого галлюцинации. Накачали чем-то? В природе не бывает галлюцинаций. Знай, все, что мы ощущаем, с необходимостью существует. В противном случае мы бы этого и не ощущали. В твоих словах я не вижу смысла Конечно не видишь Потому что в них нет смысла Ни в чем его нет Когда ты это поймешь Поймешь и смысл жизни Ну все Ну все Спокойно Ты говорил про шанс на победу Можешь дать этот шанс сейчас Не терпится умереть Что ж это можно устроить Нет 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 я должен жить Выжить для меня совершенно необходимо Ничто так не помогает почувствовать себя живым как умирание Нет послушай Майкл Перши или как там тебя Слушай у меня есть дочь и она осталась в этом Уже не знаю что это Неважно и она Я должен я не могу умереть Я не могу Я не могу умереть ясно Очень даже можешь Я умирал десятки раз и ничего Только смерть не дает кругу прерваться Я помню свой первый раз До сих пор преследует меня во сне Когда легкие лишаются воздуха Это ни с чем не сравнится Заглядываешь в самую глубь души Пока задыхаешься Видишь собственную смерть вблизи Во всей ее ноготе И это Есть наивысшая точка просветления Какой только может достичь человек Ты рыбачишь, Грег? Что? Черт, как он Есть Давай, подсекай его, Ребекка Да Реально крупная рыбка попалась Убила Классный выстрел, Скай Да Классный выстрел, Скай Как и было предсказано Дети Круга Будут господствовать Над всеми рыбами леса Скай Окажешь нам честь? Правда? Ух ты Ну, хорошо Конечно Старый друг и новый друг Становитесь вы со мною в круг А круг кольцо Там нет конца С вами я хочу дружить всегда А круг кольцо Там нет конца С вами я Саманта Папа? Папа? Папочка? Ты внутри дома? Ты внутри дома? Папочка? Папа? Папа? Ты здесь? Здесь? Вглубь ныряй. Самон-то! Скай, беги за ней. Нет, лучше я сама. Нет, лучше я сама. Привет, детишки. Никто из вас не видел Саманту? Ай, я должна найти её. Она себя неважно чувствует. Эй-эй. Нужно таблетку дать. Нет? Никто из вас её не видел? Вот ты случайно её не видела? Ты уверена? Ах, вы гадкие врунишки! Нет! 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 она немаловероятна. Сказал же, когда мы её заберём, её нужно будет перепрограммировать. Она оттуда добровольно не уйдёт. Но план уже готов. План какой? Что? Ты об этом? Охренел? Ты это серьёзно? Грейди, я считаю её убийство сделает её спасение бессмысленным. Тебе не кажется? Останьте. Он заряжен транквилизатором. Сам препараты делаю. Это только на крайний случай, если окажет сопротивление. Хотя, она точно окажет. Думаю, тебе бы не помешало немного сбавить оборота, Рэмбо. Ты понятия не имеешь, каким мусором ей там голову забивает. Не удивляйся, если она тебя не узнает. Ой, перестань. Она провела в кругу уже больше двух лет. Ещё немного, и можно будет вообще попрощаться с ней. Скоро эта ситуация станет непоправимой. То есть непоправимой? Как рак последней стадии? Можно и так сказать. Не забывай, ты о моей жене говоришь. Не сомневаюсь, она была прекрасным человеком. Была? Слушай. Была? Слушай. Это твоё перепрограммирование обычно как очень длительный процесс. Обычного для этих людей не осталось. Есть только необычное. К этому я тоже подготовился. Ты подготовился к чему-то необычному. Сам ты понял, что сказал? Ты говоришь, как обкуренный робот. Проведёшь столько времени с дронами, которым промыли мозги, тебе тоже невольно передастся их обкуренное роботоподобие. Не сомневаюсь. А этот их круг, блин, это отдельная категория. Их лидер – это Перси Стивенс, будь он не ладен. Ты хоть всю голову сломай, не поймёшь его. Надо же. Сумасшедший гений. Впечатляет. Помолчи, Джеймс. Хочу побольше узнать о Перси Стивенсе. Что ещё, Грейди? Да. Перси. Этот человек работал с боевыми слонами в Малайзии. Он стал спелеологом мирового класса в 14. А в Новой Зеландии чемпионом страны по шахматам три года подряд. А в Австрии прославился как театральный режиссёр. Первоклассный кукловод, чревовещатель, гипнотизёр, спируталист. И всё это ещё до того, как он стал водолазом-спецназовцем ВМФ США в 1950-м. Вот тогда-то он… Что произошло? Глубоководное погружение пошло не так. В Южно-Китайском море. Примерно через час после погружения он, по слухам, стал себя вести… Несколько странно. Не все детали известны. Но на поверхности он так и не появился. Думаю, инсценировал собственную смерть. Но каким-то образом всё же спасся. Потому что он сейчас здесь. Всё это, конечно, очень увлекательно. Враньём попахивает. Но, если честно, мне совершенно насрать, каких вершин и глубин этот сраный ублюдок успел достичь при жизни. Важно только, что моя жена у него. Её нужно вернуть. А он пусть… Хочешь снова увидеть жену? Закрой рот и раскрой свой разум. Нам придётся вступить в противоборство сразу в нескольких измерениях. Где она была? Она тут и стояла. Это точно, Сэм? Что с ней такое? Ни слова не вымолвила. По-моему, у неё шок. Притворяется. Точно! Я её видела! Что ты хочешь сделать, Скай? Теперь она одна из нас. Неправда. Она находится вне круга. Ты же видела её реакцию? Убежала! Её реакцию? Грэг был её отцом. Надеюсь, ты об этом не забыла? Это здесь ни при чём. Грэг мне нравился. И что? Кругу срать на такие мелочи? Довольно. Девочки, не пререкайтесь. Вы, возможно, просто напугали её вчера. Посмотрите. Она... точно не играет. Саманта? Ты сейчас с нами? Может быть, она Перси видела. Что? Взгляни на неё. Она в другом измерении. Где-то в высшем круге. Глупости. Никто не может воочию увидеть Перси. Ну, никто при увеличении. Чёрт! Что? Просто чёрт! Сколько ещё нам ждать? Сколько понадобится, как я запланировал. Не знаешь, куда себя деть, засунь палец в задницу. Многим помогает. Где тебя этому научили? В группе? Джеймс! Что? Это не секрет. Терри там с ним и познакомился. Он ментально нестабилен. Лишь констатирую факт. Отстань от него, пусть сделает свою работу. Тут нельзя косячить. Мы поэтому его и наняли. Он знает, что делать. Правильно, Грейди? Я знаю Перси Стивенса, если ты об этом. Изучил его. Он круче себе подобных. Большинство таких гуру-мошенников хотя бы пытаются создать видимость внятной и последовательной системы верований, но не Перси. Его догмы бредятина. В них абсолютно никаких логических связей. На ходу сочиняет, что в голову взбредет. И из этого строит систему. Так его вероучение в том, что его вероучение полный бред? Вот именно. А последователи марионетки это хавают. Потому что его искренность обезоруживает. Ты хочешь сказать, что моя жена его марионетка? Нет, Джеймс, не хочет. Да, хочу. И хорошо, если марионетка. Потому что иначе ее уже может не быть в живых. Чужаки, которые не ведутся на его враге, просто исчезают. И больше их никто не видит. Эй, где чувство так-то? Я планирую не праздничную вечеринку, а все же похищение. И я это уважаю. Просто постарайся не вести себя как рептилоид. Фаеркэт. Успокойся. Говори более четко. Она уже... Фаеркэт, хватит причитать. Отвечай на вопрос. Что там такое? Что еще за Фаеркэт? Она готова? Тогда зачем ты звонишь мне? Ты... Ты можешь провалить все дело. Брось трубку и перезвони, когда обеспечишь полный пакет. Да какой нафиг полный пакет? Миссия прервана. Грэйди, эти люди оживляют манекенов. Либо так, либо у меня очередной приступ. Возьми себя в руки, Фаеркэт. Я что, с ума схожу? Поверь, никого они не оживляют, а ты не сходишь с ума. О чем она? Что оживляют? Слушай внимательно, что я тебе скажу. Фаеркэт. Тина! Грейди, объясни, что происходит. Рыбака с ней или нет? Повесила трубку. Так перезвони ей! Ты реально настолько тупой. Это ты там, Тина? Да! Мы уже забеспокоились. Все в порядке? Да, у меня все в порядке. Ты не могла бы открыть дверь? Конечно! Одну секунду! Я просто... Брызгаюсь тут водой. Не очень убедительно, Тина. Черт! Хотя бы потому, что это неправдоподобно. И потом я слышала, как ты разговаривала. Что? Да, я разговаривала. Сама с собой. Тина, я настоятельно прошу тебя открыть. Черт! Быстрее. Конечно! Никаких проблем. Поехали. Не будем ждать ее звонка? Нет. Едем сейчас. А как же твой план дождаться, когда Фаеркет упакует Ребекку и будет готова к ней? Планы меняются. Я и к этому приготовился. Ребен. 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 что ничего похоже тут никто не живет это лишь фасад что ничего вы останетесь здесь что-то увидите орите как ужаленное стой погоди а где черт возьми ребек увижу ее обязательно спрошу это совсем не страшно мне позарез нужно найти неотравленный туалет и грэйди велел нам ждать здесь я слышал ты серьезно одну меня бросишь пошли со мной не возражаю иди ты в манду джеймс нет это я уже пробовал забыла ничего хорошего из этого не вышло нет но ты сам ко мне полез я была пьяна это ты и обо всем рассказала и чем кончилось кто не спрятался я не виноват чертовы куклы а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постой, что ты сказал? Нужно провести здесь время? Выходит, ты уже был здесь до этого? Да. Что? Когда? И почему нам не сказал? Вы не спрашивали. Не отмазывайся, когда ты был здесь. Я здесь родился. Вон в той лесной хижине. Но, черт возьми, почему ты нам не сказал? Хорошо, допустим. Давай подумаем, чтобы из этого вышло. Я говорю, что родился и вырос в лесном лагере среди психов, где со временем дошел до того, что не мог отличить свои ночные кошмары от своей дневной жизни. И где моя родная мать пыталась меня извести, когда мне было девять, потому что я разок обмолвился, что как-то тут все чудно. Я вам это рассказываю, и вы реагируете, как? О, Боже. Грейди, я так тебе сочувствую. Что ты делаешь? Я... Я просто хотела проявить сострадание. Оно мне не поможет. Половина души нет. Они ее украли. Джеймс. Джеймс! У тебя там все в порядке? Джеймс! Тсс! Так, зачем ты это делаешь? Что? Это что, фокус? Я бы сказал, эхо. Так ты родился в этом доме? Угу. О, черт! Не входи сюда! Нет! Не выходи через эту дверь. Через какую? Там нет двери. Что? Куда подевалась дверь? Не смотришь в зеркала. Почему? Это не зеркала. Ты их сам так назвал только что. Это не обычные зеркала. А что же они такое? Они больше похожи на круги. Петли обратной связи. Пожалуйста, не надо. Не надо меня так пугать. Ну и что ты делаешь? Ничего. Но нужно же что-то делать. Мы делаем. Что? Ничего. Но ведь это значит отсутствие действия. В петле обратной связи нет. Что ты хочешь этим сказать? Если ничего не делать, не будет и обратной связи. Перси. Прости. Что? Это нам сейчас и нужно делать. Ничего. Но ничего не делание – это отсутствие действия. В петле обратной связи нет. Что ты хочешь этим сказать? Если ничего не делать, не будет и обратной связи. Это Перси. Сложность в том, чтобы не ввязываться. Ввязался. Все кончено. Ты у него в руках. Нельзя вступать в логические споры. Он приводит зацикленные аргументы. И даже если покажется, что разорвал круг… Он просто поменяет правила. И этим втянет тебя обратно. Ничего. Да. Добро пожаловать в круг. Я Перси Стивенс. Что это такое? Это круг. Место для исцеления. Возрождения. Освобождения. Разве я не права, Стив? Я пошутил. Я знаю, что он манекен. А мои последователи нет. Считают их живыми. В наши дни трудно найти надежных последователей. Можешь мне поверить. Остаются манекены. Я на небесах? Я что, умер? Видишь ли, Джеймс, если ты долго веришь в реальность чего-то, то это реально. Мэтью и Скай, как там ее Клауд, им настолько давно каждый день твердят, что все эти манекены живые люди, что они уже действительно не видят разницы. Ясно. Я в аду. Я в аду. Вот куда я попал. Все дело только в выборе слов, в риторической упаковке. Люди так жадно пожирают спиритический метафорический бред. Это их наркотик. Вчера ночью, например, я отправила им очередное заумное послание, написала что-то о пиршестве духа и о духовном богатстве. И они взялись за расшифровку смысла. Это их развлекает. Они интерпретируют метафоры буквально, а в упор не видят никакой разницы между аллегорией и реальностью. Ну ладно, хорошо. Я покаюсь. Я сам все просрал. Я кидал людей направо и налево. Я распоследняя скотина. Ну слушай. Я же верю в Бога. Я хожу в церковь. Смотри. Смирись, Джеймс. Теперь ты в круге. Твоя очередь. Какую бы истину, исполненную глубокого смысла, мне не спаслась на свою пасту сегодня. Пожалуйста, умоляю, не пиши ничего. Когда-нибудь нырял с аквалангом, Джеймс? Не смотри. Я же говорил. Значит, это и есть безумие. Ясно? Добро пожаловать в мое детство. Я не уверена, что выдержу. Держи себя в руках, подруга. Так он и поступает с неверующими. Берет тебя измором. Пока не поддашься. Черт, твою мать. Может, проще будет прыгнуть в омут с головой. Просто пережди. Не заглатывай его наживку. Что-нибудь скоро произойдет. Чему-то реальному удается пробиться рано или поздно. Эй, что я тебе говорил? Нет. Нет, это не зеркало. Вон там. Убей морок! Убей! Это не морок. На живую, похоже. Она живая. Кто вы? Меня зовут Габриэла. Я не тебя спрашивала. Кто вы такой? Я бывший обитатель круга. Кто-кто? Учился здесь когда-то. Много лет назад. Знаешь, как отсюда выйти? Пойдемте со мной. Ну, слава богу. Ей с нами нельзя. Я знаю. Какого? Вы... Что, я пойду с вами? Тебе этим путем нельзя. Что эта маленькая пиг... Пигалица себе позволяет? Я тоже пойду с вами. Не сможешь. Почему это интересно? Ты не такая, как мы. Ну и одна. Я здесь не останусь. Ладно. Пошли, если хочешь умереть. Габриэла, пойми, это не твой путь. Ты не выйдешь живой. Ты не прошла тех же испытаний, что мы. Твое подсознание при переходе задохнется. Ты что, с ума сошел? Мое подсознание, не прошедшее испытание, уже задыхается только от того, что я здесь! Слушай, сейчас проход через эту дверь для тебя будет похож на... Ты как будто... Ты как в черную дыру посмотришь. Причем, сразу в обоих направлениях. Именно так. Вот. Возьми ствол. Серьезно? Ствол, заряженный транквилизатором? Ладно, ладно. Этот тоже возьми. Он уже не снотворным заряжен. Нам пора. Пойдем. Вот так ставишь на предохранитель, а так снимаешь. Да, знаю, знаю. Давай, иди отсюда. Бросай меня. Не бойся, не заплачу. Тут много чего пострашнее нужно бояться. Я тебя не бросаю. Я вызволю тебя отсюда. Еще встретимся на той стороне. Ничего, не забывай. Поняла? Хорошо. Ничего. 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 Что? Ничего. Правильно. Вставай. Поднимайся. Вздохнуть не могу. Все ты можешь. Хотя здесь это труднее. Но ты скоро привыкнешь. Где это мы? В промежутке. Между чем и чем? Этим. И этим. Видишь? Смотри. О, черт. Спрячься. Все в порядке. Они нас не видят. Это фасад. Это он. Что такое фасад? Это что-то вроде ложного изображения. Видимость. Это как ложная стена, которая что-то скрывает за собой. Она как маска. Как? Моя маска? Именно. Только маска для всего этого мира. Он не очень-то ложный. В каком смысле? Он скорее Ложно-ложный. Он реален Для людей внутри круга. Для этих девушек В этом круге Вон те ложные люди Внутри того круга. Реальны. А что ты можешь сказать об этом месте? О промежутке, где мы сейчас? Я тебе лучше покажу. Я тебе лучше покажу. Вот один круг. И он ложный. А вот это второй ложный круг. То есть он Ложно-ложный. Это ясно? Вроде бы да. А мы сейчас здесь. В промежутке. Как ты до всего этого дошла? Я сообразительна. Даже папа так говорил. Что ж, он был прав. А зовут тебя как? Сэм. Грейди. Где твой отец, Сэм? Покажи мне. Вот мой папа. Его убили. Но он выглядит ложным. Значит, тут он Ложно-ложный. Дошло? А мама твоя где? У меня нет матери. Это нормально, грустить. Можешь не притворяться. Я и не притворяюсь. Я правда грущу. Только не чувствую этого. Думаю, я больше на это не способна. Сейчас во мне только злость и осталась. Да. Я тоже очень зол. Придется нам теперь злиться вместе. Можем злобсанами зваться. Хорошо. Эти не умерли. Просто прячутся. Это твоя мама? Это твоя мама? Пойдем. Не нужно быть с ней. Не нужно быть с ней. Лучше на него не смотри. Это ведь Перси Стивенс, верно? Да. Каким он был. А где тот, кем он стал? В смысле, не Ложно-ложный Перси? Да. Он в тайном лесном домике. Я думаю, там, куда вошел папа. Ложно-ложный папа. Ясно. Отведешь меня туда? Я так не хочу туда идти. Ладно. Тогда не ходи. Расскажи, в какую сторону идти. Укажешь путь? Хорошо. Туда ведет странная дорога. Ничего. Туда ведет странная дорога. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Не стоит туда заходить. Я и сам не хочу. Но мы не можем всегда не делать того, что мы не хотим. В моих словах есть смысл? Да. Еще раз, проверешься туда, где Габриэла осталась? Да. Тебя не заметят? Нет, прятаться я умею. Тогда найди Габриэлу, а потом бегите к моему трейлеру и уезжайте. Отдай ей ключи. Или сама поведешь. Она мне не нравится. Я не доверяю этим сумасшедшим девушкам. Габриэла не безумна, как другие. Ей ты можешь доверять. Но ты права. Остальные совсем спятили. Не приближайся к ним. Ну что, готово? Тогда давай. Прояви сообразительность. Уходи. Уходи. Отдイожные. Уходи. В Netм 코로나. Уходи. Уходи. О, непредвиденный визитер. Добро пожаловать, я Перси. Минуточку. А мы не знакомы, случайно? А, ну как же, маленький беглец. Совсем уже взрослый стал. Но от меня не скроешь фасад. Тут многое изменилось, правда? Не то, что в старые времена. Помнишь, как много тут бродило народу, когда ты был дитя? А сейчас у меня больше манекенов, чем людей. Можешь себе представить? Наверное, ложь притягивает только ложь. А ты стал экспертом в том, что лживо, что истина, мистер Крутой Экстерьер? По-твоему, что будет менее лживым? Этот манекен, прикрывшийся фасадом, или человек, который всегда носит маску? Не становится ли тогда менее лживое более реальным? Реальным? Да. Куда подевался реальный Перси Стивенс? Тот легендарный Перси Стивенс. Уже давно вознес все в более высокое измерение. Но на Земле все еще живут его двойники, как видишь. Я теперь самовоспроизводящееся космическое событие. Что произошло в Южно-Китайском море? Именно там я замкнул круг и начал свое путешествие. Но тебе этого не понять. Испытай меня. Я хочу узнать происхождение своего кошмара. Тигровая акула появилась из ниоткуда. Напарника убила одним укусом в шею. Но не меня. Меня она не убила. Только отщипывала по кусочку. Мясо отгрызало с моего лица. Лишая меня фасада. По одному за укус кирпичику. До сих пор в кошмарах вижу. Отвратительное, гадкое существо, тигровая акула. А когда вблизи особенно, нос к носу. Она настолько ужасающе уродлива, что даже... Кажется прекрасной. Я и сегодня не могу стереть мысленный образ этих потрясающих, невероятно жадных зубов, рвущих в клочья все мое лицо. Я почти сдался и отдал себя демонической акуле именно в этот момент. Но я спас себя сам. Буквально. Я поплыл к себе, рассекая волны, как ангел. Ты поплыл, рассекая волны к себе. Да. Ко мне плыла моя жизнь, вознести меня к моей смерти. Я поднялся из самой глубины моря. С гарпуном, который я, и вонзил страшные тигровые акули прямо в жабры. А потом я поплыл к себе. И я заглянул себе прямо в глаза. И хотя все мое лицо к тому времени было изъедено, я был просто прекрасен. Светом наполнен. И тут я протянул к себе руку, перекрыл себе кислород и потянул себя вниз. На самое дно. И так родилась легенда обо мне. Сделав из меня величайшую из известных историй этой вселенной сущность. Но хватит обо мне. На этом снимке ты еще дитя. КОНЕЦ Нет, нет, нет. Ты настоящая? Нет, нет, нет. Нет. Эй, ответь, ты слышишь? Боже! Нравится надо мной издеваться, да? Эй! 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 Девушки отдыхают В старой традиции нет ничего идиотского В ней глубинный смысл В ней глубинный смысл послания Серьезно? В этом? О, черт Мы забыли про зеркало Может, ничего страшного? В чем ничего страшного? В том, что он не увидит, как умирает? Да с каких пор это нормально? Это нормально, Мэттью? Но другие люди умирают, не глядя на себя в зеркало сплошь и рядом Так ведь? Ладно, теперь уже пора Лотус? Может, ты? С удовольствием Эй! Ребекка, что ты делаешь? Джеймс Какой Джеймс, Ребекка? Ты не знаешь никаких Джеймсов Забыл уже? Ребекка! Ты что, охренела? Так много смертей, так много душ И они так быстро сменяются Слишком, 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 слишком быстро Здравствуй, незнакомка Добро пожаловать в круг Ребекка Отойди от этих сумасшедших монстров Пойдем со мной Нет Мы не сумасшедшие монстры Подойди Присоединяйся Гарпоном стрелять будешь? Серьезно? Ты же в курсе, что у меня боевое оружие С пулями Сядь! Нет Не убивай девочку Успокойся Я уберу оружие Ребекка, возьми ствол Что? Ребекка, возьми ствол Ребекка, возьми ствол Что? Что произошло? Что происходит? Нет, так не пойдет Одномоментно может быть только один О, это же персик Это маска Не смейте меня трогать, я не прикисновенен Подожди, подожди своя очередь Не трогайте меня Уберите руки Грейди, грейди Нет Беги отсюда, Сэм! Нет, быстрей! Бежись, вставай! Нет, Сэм, уходи! Спасайся! Спасайся! Сэм, уходи! Я тебя вижу, Ребекка. Ты, ты убила папочку. Сэм, не надо. Только попробуй убью. Проклятая, спятившая сука. 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 I'll sit in the apple tree Mama, I hear the angels talking to me I see their pretty ways Автор сценарий и режиссер Дэвид Фаулер Продюсеры Майкл Хазен, Сэм Винсент, Эндрю Фрэнсис, Джефф Рэнфроу, Дэвид Фаулер Сюжет Дэвида Фаулера и Кейт Де Кросте Оператор Стирлинг Бенкрофт Оригинальные песни Джо Красевича Фильм дублирован компанией Акимба Продакшн в 2022 году Роли дублировали Александр Носков, Антон Эльдаров, Татьяна Абрамова, Анастасия Жаркова, Алиса Ефименко, Алиса Деянова, Глеб Глушенков, Михаил Хрусталев, Варвара Чабан, Анастасия Пьянова, Евгений Рубцов, Александр Хорлин и другие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова